Музыка Еще недавно счастливые участники государственных программ по доступному жилью не могли поверить своей удаче. Им посчастливилось стать обладателями собственного жилья, к тому же по ценам ниже рыночных. Это дешевле, чем коммерческий кредит, ну в банке кредит, либо покупать сразу за наличку. У меня такой возможности не было, поэтому выбор естественным образом упал на участие в этой программе. Если бы это был обычный кредит в банке, это было бы платеж в месяц в два раза в два и даже в два с половиной раза больше. Теперь многие из них полны переживаний, особенно те, кто еще не полностью рассчитался за квартиры. Что будет с их жилплощадью дальше? Из украинского бюджета денег можно не ждать, а своих сбережений, чтобы закрыть ипотеку, хватит явно не всем. Впрочем, уже переформатированный фонд содействия жилищному строительству обещает, свои обязательства выполнит. Компенсация процентной ставки, которая была ранее, порядка 16%, эта компенсация заложена в бюджет Республики Крым. Эти деньги находятся сейчас в Минфине, и чтобы участники программы, которым была выделена эта компенсация, не пугались, и Российская Федерация это все будет выплачено, и на данный момент проблем с выплатами не существует. Напомним, чтобы стать счастливым обладателем своей жилплощади, раньше существовало два варианта. Программа 50 на 50, согласно которой можно было приобрести новые квартиры за полцены, или ипотечные кредитования под 16% годовых, 13 из которых компенсировало государство. Однако шанс обзавестись собственными квадратными метрами крымчане не утратили. Похожие программы существуют и в России. В ближайшее время порядка 12 государственных программ будут активно реализовываться на полуострове. Достаточно много программ, достаточно лояльные процентные ставки, лучше были, чем в Украине. Российская Федерация гарантирует хорошие процентные ставки и очень выгодные условия по этим программам. В России с прошлого года работает свой национальный проект под названием «Жилье для российской семьи». Он подразумевает под собой значительное снижение стоимости квадратного метра. В 2018 году, по мнению депутатов, разрабатывавших госпрограмму, он будет стоить примерно на 20% дешевле, чем сейчас. Для реализации госпрограммы потребуется не менее 2 триллионов рублей. При этом лишь 600 миллиардов будет субсидировано государством. Остальные деньги правительство планирует привлечь в качестве инвестиций из внебюджетных источников. В скором будущем возможны корректировки с учетом потребностей и мнения регионов. Крым, по словам премьера Российской Федерации Дмитрия Медведева, не обделят вниманием. В эту программу войдут и Крым, и Севастополь. Многие российские семьи на полуострове, да что там говорить многие, я думаю, что подавляющее большинство, не могут себе позволить сегодня покупку жилья. Квартиры, дома эконом-класса могут стать для этого хорошим выходом. Из положения, которое сложилось. Плюс, конечно, нужно развивать ипотечное кредитование, чтобы этот инструмент стал доступным для наших граждан в Крыму и Севастополе. Грядут изменения и в самой сфере строительства. На полуострове создадут саморегулируемую организацию, которая будет выдавать лицензии на ведение строительных работ. В ее состав войдут представители строительных компаний. Российская система отличается от украинской тем, что чиновники не участвуют в выдаче лицензий. А значит, коррупции станет меньше. Поскольку, понятно, и в России тоже законодательство не идеальное, считалось, что получение таких строительных лицензий перешло как бы в теневой сектор экономики, высокая коррупционная составляющая здесь была. И все свелось к тому, что эти лицензии просто покупались. Организация будет контролировать действия строительных компаний и привлекать к ответственности в случае необходимости. Также орган может устанавливать свои правила касательно строительной деятельности. В Российской Федерации в настоящее время лишь только общие моменты описаны законодательством, что касаемо строительства. И в этом плане федеральные законы дают саморегулируемым организациям большие полномочия в плане выработки требований, методов контроля. Первым членом организации в Крыму стала компания «Крымстрой ЛТД». Председатель правления Игорь Лесниченко будет представителем до тех пор, пока орган окончательно не сформируется. В целом же о перспективах строительного комплекса в Крыму нынче говорят исключительно в положительных тонах. Все потому, что, по мнению экспертов, у отрасли наконец появится влиятельный партнер в лице государства, чего раньше не было. Это позволит не только свести к минимуму риски желающих обзавестись своими квадратными метрами, но и поможет вывести частного государственные отношения на новый, более прозрачный уровень.